привезли еще одну сосну с другого местечка и еще привезли шиповник дикий почему дикий потому что соседу здорово потому что хотим посадить дома настоящие природные вещи которые выросли из семечки есть всякие привитые шиповники мы их тоже посадим ну всякие сорта там и так далее и все вкусненько хорошо но витамины настоящие только в диких здесь дикой природы так что сейчас мы достанем наш шиповник дикий и еще сосну тоже дико вот у нас здесь есть лунка специальная местечко оставили будем сажать именно вот сюда как красиво она явно отличается от других так надо да нет немножко сюда разверни вот тогда да да вот эту землю которую привезли туда же золотина да держи помогу держи давай я держу отпускай я с той стороны так сюда чуть-чуть чуть-чуть да вот так у нас здесь чернозем есть и плюс еще здесь есть поближе снизу у нас песок мы чуть-чуть это все дело песком подсыпаем и потом сверху это все чернозем и также у нас еще и здесь глина все есть то что нужно я про это расскажу еще а Смотрите продолжение в следующей серии. Нормально? Да, красота. Так, поближе подойдешь сейчас. Как говорится, а теперь рассказ небольшой такой быстренький. Как всадить дерево? Нужно выкопать дерево, сделать лунку, налить туда воды, воткнуть дерево и засыпать это землей. Если у вас есть песок, может чуть-чуть слой земли, слой песка. Если есть глина, тоже туда же добавляете. Никаких химикатов, удобрений, всякая там тема с навозами, перегноями и тому подобного бреда. Просто. Это все нафиг не нужно. В природе просто такого нету. Нормальные естественные удобрения для природы, это как раз таки вот тот же самый песок, та же самая глина. Глина содержит очень много микроэлементов. Это годами сформированные пласты на планете Земля. Сверху там земля, глина, дальше там песок, еще всякие разные пласты есть. Они сформировались там тысячелетиями, а люди начинают придумывать какие-то прикормки, которые за пять минут хотят их организовать. Типа положи, сделай какой-то компост, и это чего-то там поможет. Фигня это все дело. Может быть это там чуть-чуть что-то на что-то повлияет, вот может быть на один вот этот листик. Во всем остальном дерево, если может прижиться, если оно крепкое и сильное, оно вцепится и приживется. Ну или это дерево будет наркоман, которого постоянно нужно будет подкармливать. Если не прижилось дерево, то нафиг оно вам и не нужно. Вот как Оля сказал, это наркоманы нам не сдались. Вот, у нас как бы с этим проблем нет. И при этом, посмотрите, мы посадили вот это что-то типа декоративная сосна что ли. Ну она обыкновенная вроде как, тут все обыкновенные сосны, но три разных варианта есть. Это больше та сосна, которую с питомников покупают. Но она тоже выросла в естественной природе, но, так сказать, искусственно посажен. Вот это. Искусственно выведенная. Вот это, вот эти. Это другое. Это тоже мы привезли из леса. Вот этот лес более светлый был. Такой этот прозрачный, красивый, светлый лес. Там вот сосна чуть-чуть отличается, вот как она развивается. Вот эта сосна, ее мы привезли сейчас из темного леса. Где там леши, русалки даже, наверное, есть. Что-то вот в таком формате такой лес. И вот она отличается вообще прям. Возможно на видео вы это не видите, отличия, но вживую. Нет, видно вроде как. Вживую они вот совсем вот разные. Вот посмотрите веточки какие. Здесь вам какие другие. Вот. Если это вообще сосна, конечно. Но вроде как сосна, может быть ель. Фиг знает, что это такое. Неважно. У нас весь прикол заключается в том, что неважно. Может быть ель, кстати. Может быть мы ошибаемся. Возможно и ошибочка. Но знаете что? Нам с Олей без разницы. Ель это сосна. Или еще какое-то дерево. Самое главное, что это из природы, из леса. Мы здесь посадим. Разные виды. Пусть растут. Как они называются. Вообще не важно. И чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого. Возьмем, заварим. Выпьем, польемся. И все будет нормально. Разные запахи. Разный эффект от каждого дерева будет. Ну если вдруг чуть-чуть будет что-то не так. И нужна будет какая-то типа подкормка. Можно съездить в лес. Съездим и вот этот слой верхний привезем. Просто земли сюда насыпем. Но это не проблема. Вон мы березки посадили. Нам говорят, не получится все фигня. Вон березы посадили. Приросли уже в почке. Дает скоро листики зацветут. Скоро будет листики. И будет вообще красота. Все, на. Сейчас мы будем сажать шиповник. Дикий шиповник. Он достаточно высокий. Вот. И у нас здесь беседка. И за беседкой есть Г-образное пространство. Где всегда будет такое затемненное местечко. Здесь в принципе нечего делать. Но мы возле беседки провели полосу бетона. А рядышком оставили где-то 60 сантиметров. Ширина, чтобы была земля. И мы могли что-то посадить. И решили, что сюда посадим, наверное, шиповник. Такие вот растения, которые колючие. Которые без разницы где расти. Вот. Насколько я помню, со своего детства. Мы всегда где-нибудь, если за баней в деревнях, там всегда растет что-то типа колючие какие-то растения. И малина там росла. И там и шиповники росли. И все такое. Я думаю, что не просто так бабушки там сажали. Ну, растет себе и растет. Надо шиповничку собрал. И вроде никому не мешает. И сюда никто не зайдет, потому что реально все колет. И дети сюда не полезут. Такая типа изгореть будет. При этом мне очень нравится вот у этого шиповника красный цвет. Вот. Даже вот эти ножки, они такие зелено-красные какие-то. Вот. Желтые. И тут уже почки есть. Сейчас они расцветут. И мы посмотрим, что это такое. И такого шиповника, как сорняк возле дороги, прям тьма-тьмущая. Просто огромное количество. Покажи, плоды вон остались. Да, даже вот плоды тут остались с прошлого года. Вот. Вот он плод шиповника засох. И так вот мы определили, что это он самый. Возможно, он, конечно, не тот, который типа большой, какой-нибудь сочный. Ну и нафиг не нужен нам этот сейчас сочный. Потому что настоящие витамины всегда в диких фруктах, в диких каких-то лесах все, что растет. Тут все, что нужно человеку, полезные свойства есть, содержат. А домашние растения, они больше такие, залиты водой. А вот эти макро-микроэлементов мало в домашних. Потому что здесь, ну, нету леса, нету вот этой листвы, ботвы, пады, червячков, всяких птичек и так далее. А лес он не тронутый. И там все это есть. Так что в генетике этого шиповника заложена нормальная тема. Сейчас я здесь вот лунку такую вот выкопал. Земля здесь, в принципе, достаточно жесткая. Так, надо сюда отсыпать. Длину, наверное, хватит, да, я так вот? Или еще? Так, еще немножечко надо. Еще? Да. И мы купили, кстати, вот такую прикольную лопату. Стоит 500 рублей. Просто офигенная. Кузбасс называется. Не приближай, это просто лопата Кузбасс. Мы одну лопату от этой фирмы купили. Оказалось офигенной лопатой. Очень понравилось. И сейчас я все лопаты от них купил. Потому что когда ее гнешь, она не ломается. Здесь жесткая земля. Тут все утоптали, пока делали. Вот эту беседку строили. Пледу заливали. Можно засыпать той землей, да? Сейчас в тележку натаскать. Да нет, она и такая пойдет. Сверху можно и такую. В общем, что нам надо сделать? Вот так вот сделаем. Многие делают по-другому. Типа, ну, как бы поставил дерево, засыпал, полил. Ну, а мы посмотрели одного деда в интернете. И он такую штуку рассказывает. Говорит, корни у растений, они все стремятся вглубь. И когда они стремятся вглубь, они хорошо цепляются за землю. И дерево или кустарник, он устойчивый. И он из-под земли снизу тащит все вот эти нужные человеку и себе вот всякие микроэлементы и так далее. А когда вы поверхностно все поливаете, корни стараются пойти, ну, в ту сторону, где влага, так сказать. Налили сверху чуть-чуть воды, они туда пошли. И получается, дерево серьезно не закрепляет. И вы так вот поливаете, поливаете, поливаете. Подсаживаете корни, как наркомана, на поверхностный слой. А нужно сделать так, чтобы это было внизу, ушло максимально. И корни пошли за водой туда в глубину. Корни должны самостоятельно все искать. Как и у человека это. Нужно научить, конечно, детей, как быть в этой жизни. Но они должны быть еще и самостоятельными. Тогда они будут сильные. Давай, давай. Так. У нас есть несколько растений. Давай мы, наверное, вот это красненькое. Ближе сюда. Да? Вот это сюда. Может быть, тут еще надо было, конечно. Еще маленькие у нас есть вот такие небольшие. А тропские. Давай я тебе помогу, а потом покажем, что получится. Вот этот кусок, посадим, наверное, вот сюда. Вот так, да? Да. Чуть-чуть не менее. А вот так, наверное, да. Сделаем так, да? А немножечко туда-то отодвинуть не можешь, корень туда? Вот этот вид. Да. Перевернуть все-таки. Эти молоденькие вместе пускай. Да, вот так. Самое главное, чтобы друг другу не мешались. Так лучше. Угу. Это земля, кстати, с леса. Можно тоже туда. Вот так. Продолжение следует... Сейчас это все подмельтем... Тут потом, конечно, все будет выравниваться... Аккуратненько все будет... Слушай, а мох можно тоже сюда подложить, да, или нет? Тут темное место такое, да? И вот здесь вот эта линьевка, да, как там ее... Как раз водичка будет сюда попадать... А где мох у нас? Там сейчас принесу... Оля сейчас хочет лопаточку черной земли... Мы там же, в этом же лесу взяли цветочки, которые вот мы показывали... Вот они... Что за цветы мы не знаем... Просто ради интереса вот сюда посадим... В общем, хотим создать такую же обстановку, как и в лесу... Потом нужно будет всякие корочки... Вот эту кору пособирать... Там очень много... Разные вот такие цветочки... Здесь огорода нету рядом... Поэтому... Как бы... Проблем не возникнет... Насчет того, что распространится по огороду... И якобы все плохо будет... Сейчас вот Оля посадит... Посмотрим, как они будут расти... Корешки у них вот есть... Довольно-таки мощные... Если приживутся, то будет классно... Я думаю, что даже если не в этом году... В следующем они вылезут... Главное, что они у нас сюда попали... И еще у нас здесь есть мох... Попробуем даже этот мох сейчас здесь поворачивать... Все... Теперь у нас будут здесь... Расти вот такие вот... Лесные насаждения... В любом случае... Они выглядят даже когда без листвы... Красиво... Какие-то оранжевые... Зеленые... Красные... Деревья... Мне уже нравится... Пусть потихонечку здесь разрастаются... Вот... Кустарник... Так вот... Поворачиваюсь... Там что-то растет... Там что-то растет... Тут... Уже красиво... Что... Давай в мох положи... Потом уже это... И будем тестировать с мхом... Вот такой вот у нас есть мох... Вот... Смотри сюда... Вот... Вот... Офигенно... Просто я думаю, что подложить надо вот спереди туда и все... Пусть лежит... Можно и под те елки положить... Вот вам блин и дизайн... Вот... Ландшафтный... Ландшафтный дизайн... Вот... Природы... Огородников... Которые первый раз этого делают в своей жизни... Вот еще такой вот оленд дизайн... Пенек с мхом... О! Красота... Тут внутри чего только нет... А просто вон спереди... Дальше... Не-не... Здесь не надо здесь моют... Вон подальше... Нет... Наоборот... Здесь вот вода влажная... Да? Чтобы не выкинули... Оля... А кто выкинет? Надо детям только сказать... Подумают... Палка валяется... Не нужно... А то... Современные дети этого вообще не понимают... Да? Да... Кстати... Прикольно... Можно так вот притащить... Накидать... И... Классно так смотрится... Вот тебе и газон... И озвеленение... Только все вживую... Вот... Тут то что есть... Ты бы доску положила... Вот эту... Да... И на нее... Вон там подальше... Да... Туда? Да... И на нее бы выложила все... Вот... Пусть бы рос вот этот... Мох... Так... Он растет... Где... Кола... По-моему... Да без разницы... Чуть-чуть водой прольешь... Смотри... У червячков... Законосили... Да... Вот это... Отпадки... Тоже сюда... Все... Вот сюда можно... Да... Надо еще принести... Да... Можно... Красота... Че? Ну... Лесная... Дизайн... А вот это... Походу... Ель... У нас... Не сосна... Мы чуть-чуть перепутали... Надо вот посмотреть... Больше на елку похоже... Иголки... Да... Все... У нас... Скоро здесь будет... Как настоящий... Живой лес... Березы... Сосны... Холодный очень... Нет... Набрызгай просто сверху... На мох... Чуть-чуть чисто... Вот... Да... И все... Ему много-то и не надо... А там я ведро воды уже налил... Да... Все... Красота, да? Да... Ну... Конечно... Люди скажут... Три кустика... Да... Красота, блин... Красота... Знаете в чем? То, что... То ли вот поворачиваешься... Просто бетон... Вот... Просто ничего... Красиво, конечно... Стильно... Но, блин... Тупо... Просто бетон... Или вот... Где-то чуть-чуть какая-то зелень появляется... Тут еще миски, конечно... Обламываются... Ну... Это мы убирались... Это мы сейчас... Все выкинем... И вот туда до конца надо будут... Всякие разные растения вот такие сажать... Пускай они там растут... И у нас еще такая проблема... То, что... Здесь вот... Ветер гуляет сильно... И закручивает здесь снег... А когда будет здесь что-то расти... Ветра такого сильного не будет... И сюда снега не будет наметать... Ну... Все... Ох... Что... Ветер... Слышишь... Ветер...